Ну что ж, мы в какой-то степени продолжим тему, которую мы начинали на прошлых занятиях, на прошлых наших встречах. Кто вообще помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? А, по-русски? Это какие-то слова вообще? Это вообще о чем? Да, три виды энергии, совершенно верно. И как они влияют на человека? А точнее, что в человеке в первую очередь меняется под воздействием энергии? Их всего три, помните? Энергии или стихии, какие они? Благости или доброветели? Вежество и страсти, совершенно верно. Что у человека в первую очередь меняется? Если бы в первую было проще, так посмотришь на человека и сразу все понятно, да, с тобой товарищи? Нет, в первую очередь меняется то, что не видно. Ну, вспоминайте. Ну, конечно. У меня все было записано уже. Да. Почему? Помните, мы вообще говорили о пище, да, о благотворительности, о ритуалах, которые человек совершает. Почему он те или иные выбирает виды пищи, благотворительности, ритуалов и все остальное? Почему? От его желаний. Вот, ну ладно, мы и говорили. Говорили, конечно, все зависит от его желаний. Сегодня мы более широко посмотрим на этот вопрос в более такой глобальной перспективе. Мы обратимся к Багавадгите непосредственно. Здесь в 13 главе описаны некоторые признаки знания и невежества. Я сразу одну вещь хочу сказать, о которой я действительно в прошлый раз не упомянул. Когда мы говорим невежество, речь не идет о том, что это отсутствие знания как такового. Когда невежество, знание есть, но оно искаженное. Такой образ, который часто приводят в ведах, это дерево, настоящее дерево, отраженное в воде. Отражение, оно похоже на настоящее дерево? Похоже, очевидно, да? По нему вполне можно даже составить какое-то впечатление о реальном объекте. Но если нам что-то нужно, может ли отражение дать нам, скажем, тень или плоды какие-то, или листочки, или дрова в конце концов? Очевидно, что нет. Вот этим отличается знание от невежества. Знание – это то, что дает нам жизнь, оживляет сердце. Человек чувствует – я живу. Есть термин специальный на санскрите, он звучит как читание. Читание – какая жизненная энергия. И вот признаком знания является то, что человек чувствует – я живой. Ну, это ощущение. Испытывали когда-нибудь это чувство? Конечно, да? Часто его испытываете в жизни? Нечасто. Я живу. Да. Вот это ощущение наполненности знания, когда вот каждая клеточка поет прямо вот. Вот гудит прямо все вот. Да, скорее всего не часто, к сожалению. Мы сейчас как раз и будем говорить о том, да, как вести себя. Так, чтобы это ощущение становилось все более и более явным, все более проявленным в нашей жизни. Каждый человек строит свою жизнь либо на основе истинного знания, вот этого оживляющего, да. Отличительный признак истинного знания – то, что оно оживляет, наполняет вот этой энергией, силой жизни. Либо он строит свою жизнь на основе невежества. И вот это и есть, по сути дела, да, две стратегии, которые существуют в человеческой жизни. Одна из них постепенно приводит человека к совершенству. То есть он достигает совершенства человеческой жизни. Мы сегодня будем говорить о том, что это такое. Другая ведет буквально к тому, что человек превращается в животное. То есть упускает шанс родиться человеком, упускает шанс использовать свою жизнь по ее истинному предназначению. И каждый из этих стратегий проявляется определенными признаками, да, есть определенные симптомы. То есть если внимательно посмотреть на человека, можно увидеть, в каком направлении он двигается. Есть вот эти самые маркеры, да, симптомчики. И если их знать, очень легко определить, куда двигаюсь я, в каком направлении, или куда двигаются люди рядом со мной. То есть такой диагностический достаточно надежный инструмент. Ну, по сути дела, если так медицинским языком надо говорить, да, поскольку врач мне периодически понравится эти штучки такие использовать, то мы можем вовремя определить стадию болезни, да, у нас есть, по этим симптомам определяем стадию болезни и назначаем соответствующее лечение. Итак, ну давайте будем переходить непосредственно к делу. Что говорится в Багавадгите, да, я процитирую. Это не надо записывать, просто послушайте, мы на этом будем все сегодня строить, я потом запишу. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпения, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старости и болезни это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность Богу, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мужских людей, привязание важности самоосознания и склонность к поиску абсолютной истины, вот это все я объявляю знанием, а все остальное невежеством. Все понятно? Понятно. Хорошо. Вот это проблема, которая зачастую возникает, когда человек читает веды. То есть, вот такое вот прочтешь, и что с этим делать, непонятно. То есть, набор слов, которые, очевидно, имеют какой-то смысл, но и какое отношение он имеет ко мне лично, вообще непонятно. Но сейчас мы поучимся немножко, да, как работать со священными текстами. То есть, это в любой традиции так. Мало прочитать, да, мало слушать, надо еще услышать, надо понять. Ну вот, сейчас мы попрактикуемся в этом процессе. Итак, здесь перечислены качества. Это качества, которые изначально присущи душе, да, то есть каждому из нас. Я напомню на всякий случай, да, если кто-то не знал или, может быть, забыл, что в ведической традиции человека принято рассматривать именно с той точки зрения, что в первую очередь человек – это душа. И во вторую, в любую последующую тоже – человек – это душа. тело, на которое мы, ну, многие, ну, мы, да, вам, подожар руку на сердце, кажется, из нас привыкли считать, что вот это я, на самом деле ко мне, вот как в душе, как личности, никакого отношения не имеет. Это понятно? Вот протест не вызывает? Ну, хотя бы в теории. или все-таки вызывает? Так, один голос есть. Хорошо. Я почему об этом говорю? Потому что если мы не договоримся на этом уровне, то дальше просто нет смысла двигаться дальше. То есть человек – это душа. Можно это в теории вот так вот принять? Можно, да? Хорошо, все, договорились. В ведах – это, по крайней мере, так. И вот есть два варианта. Две стратегии. Сейчас мы начнем это дело вот уже разворачивать переходочку. То есть у нас будут две поводинки. Две стратегии. Стратегия первая – это жить как душа. Если я душа, то есть я принимаю эту как бы за основу своей концепции, то я живу как душа. Но, соответственно, противоположность этому. Второй вариант – жить как тот, как тело. Совершенно верно. Вот тот выбор, который каждый человек – осознанно или неосознанно – он делает в своей жизни. Зачастую, к сожалению, неосознанно. Здесь вот это у нас будет шкала качеств. То есть вся человеческая жизнь, по сути дела, представляет собой определенную последовательность, определенную лестницу, ступеньки. Здесь мы будем как бы каждую ступеньку обозначать определенным качеством. Здесь, снизу и сверху, у нас будут два графика. Графики, которые будут отражать вот эту самую наполненность человека ощущения в жизни. Можно сказать, что это будет ощущение счастья. Каждая из этих стратегий, для нее характерна своя динамика вот этого ощущения. И все качества, о которых мы говорили, они начинаются с самого первого. Первое качество, которое перечисляется, то есть ступенька номер раз, номер один – это соберение. Соберение. Оно или есть, или, соответственно, его нет. То есть здесь у нас будут качества позитивные, которые должны развиваться, по идее, в течение человеческой жизни. Но здесь будут их противоположности, анти-качества. То есть невозможно быть одновременно и там, и там. Если мы развиваем одни качества, противоположные соответственно исчезают. И наоборот. Если мы не развиваем сознательно эти качества, автоматически начинают развиваться эти. То есть жизнь человека сравнивается с наклонной плоскостью, на которой невозможно оставаться в стабильном положении. Ты обязательно куда-нибудь двигаешься. И если ты карабкаешься, если ты прикладываешь усилия, ты движешься вверх. Как только ты перестал карабкаться, перестал прикладывать усилия, ты совершенно спокойно и естественным образом начинаешь сползать вниз. Понятно, да, эта аналогия? На горку когда-нибудь пытались карабкаться? С той стороны, по которой съезжают обычно. Вот именно это ощущение. Итак, все начинается со смирения. Почему? Потому что именно смирение это позиция кого? Кого отличает вот это качество? Ученика. Совершенно верно. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно сначала смириться. Смириться с чем? С чем? С собственным невежеством. А что с обстоятельствами? Обстоятельство штука такая, что с ними смиряться? Их менять надо. Или использовать. Вот смириться с собственным невежеством. Это да. Смирение означает, как бы не противно это было признавать, как бы не обидно. Похоже, что я чего-то не знаю. Понимаете? Есть кто-то, кто знает больше. Скажите, приятно это признавать вообще? Что кто-то знает больше. Есть счастливые люди, которым приятно. Это как бы хорошо, да? Мне, по крайней мере, да? Особенно. Тут есть такой нюанс только. Очень важный нюанс. Допустим. Предположим, что я водитель трамвая. Вот в трамвайе живу. Я знаю, что, допустим, вот летчик, который летит, он в принципе больше меня знает в том, как водить самолеты. Мне по большому счету это без разницы. Потому что это вот к моей теме конкретно мне относится. И даже водитель трамвайчика Норечного, который там по реке катеров такой бегает, он тоже мне не конкурент. У него свой трамвай, у меня свой трамвай. Но вот если в нашем трамвайном депо появляется кто-то, кто вот, то есть я всегда был там лучшим водителем трамвая, допустим. А тут вот появился кто-то, кто лучше меня, вот в той же области, что и я совершенствуюсь. Еще и моложе. А? Еще и моложе. Да, еще и моложе. Или, не дай бог, красивее. Еще что-то. Вот. Да, это уже совсем другое дело. Вот здесь речь идет именно об этом. Мы говорим о знании. Кто-то больше меня знает именно в том, что меня интересует. То, что я считаю важным. То, что я считаю ценным. В других областях мне по большому счету без разницы. Но вот здесь, вот здесь это важно. И вот здесь признать это трудно. Понимаете, да, о чем речь идет? Именно поэтому позиция ученика это смирение. Это достаточно серьезный такой подход к жизни. Это глубокая, глубинная работа на самом деле. Вот. Но пока человек не примет эту позицию, позицию ученика, он не сможет двигаться дальше. То есть верхний путь для него, по крайней мере, будет закрыт. И в Багаватхите нам дается такое определение смирения. Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почести. Даже не то, что к славе и почести сами по себе, а именно к стремлению к ним. Пример. Ну это, знаете, есть история про Господа Будду такая. Он однажды шел по тропинке и пошел в деревню. И жители в деревне начали его оскорблять, кричать, чуть ли не камнями кидаться. Он посмотрел, послушал, сказал спасибо, улыбнулся, пошел дальше. Значит, жители так опешили немножко, что это вообще, в каком смысле спасибо? Это что-то такое, какая-то нетипичная реакция, странный какой-то человек пришел. Догнали, развернули где-то. Уважаемый, а простите, за что спасибо? Мы же тебе вроде как ничего не дали. Нет, почему? В предыдущей деревне меня встретили горлянды цветов, аплодисментами, прославлениями, песнями. Я сказал спасибо и оставил все это там. Говорит, вы встретили меня оскорблениями, криками, камнями. Я сказал спасибо и оставил вам ваши оскорбления, крики и камни. То есть стремление это не то, что есть почести и слава или нет почести и слава. Смирение. Смирение это стремление к ним. Это вот внутри, да? Человек внешне может вести себя очень и очень, знаете, вот так вот. Это еще ни о чем не говорит, важно, что у него внутри. Сердце. Если он... Ну не надо, не надо, не надо. Попробуй только замолчить, замолчить и там скажу, что такое, почему все кончилось? Речь идет о быстром смирении. Нет желания, чтобы меня представляли. Понимаете, да, этот момент? То есть мне бы очень хотелось, чтобы вас не вводило в заблуждение внешнее поведение человека. Мы не о внешности сейчас говорим. Внешне можно изобразить все, что угодно. Достаточно быть более-менее хорошим образом. Мы говорим о том, что внутри. О, качество. Вот. А... Вопрос. Что нужно делать для того, чтобы развить смирение? То есть чисто практический вопрос. Да, вот. Насчет тактики. То есть как будем развивать смирение? Какие существуют способы? Не, вы что думаете, я буду на эти вопросы отвечать? Не, молчать и слушать можно долго и непонятно, что при этом. Человеке в голове происходит. Знаете, тоннельный эффект? Да, в одну углу влетела, в другую углу влетела. Вот. Один лектор рассказывал. Я понял, почему мои ученики, ну те, кто меня слушают, да, они ничего не запоминают. Потому что я в конце лекции, да, я рассказываю, рассказываю, рассказываю. Потом спрашиваю, все понятно? Говорят, ага. И вот в момент они, хоп, и все высыпалось. Вот. И так, это вопрос к вам. Что будем делать для того, чтобы развивать смирение? Послушание. А это чего вообще? Ну это то есть делать то, что надо. Кто? Дядя Вася? Это служение, наверное. Служение. Кому? Послушание. Кому? Кого слушаться будем? Кому служить? Богу? Если ученик, учителя. А, Бог. Это уже ближе, да? Ведок дается, как бы, три ориентира, которым нужно служить, да, то есть практичная такая вещь. Нужно научиться служить действительно духовному учителю, ну то есть наставнику, да, тому, кто ведет тебя по этому духовному пути, тому, кто дает тебе духовное знание. Нужно научиться служить вообще всем святым, а святые это все, кто идет по этому пути. Это не то, что если у человека нимба над головой нет, фу, уйди вообще, да, ты не достоин моего служения. Нет. Всякий, кто хотя бы, ну, не настроен враждебно. Любого нужно считать святым и служить его. И священное писание. Священное писание. То есть мало читать Библию, нужно следовать заповедью, там нужно выполнять наставление. Мало читать Веды, нужно в своей жизни практиковать то, что там говорится. И есть специальное выражение для людей, которые читают, но ничего не делают. Бесплодный читатель. Читал много. Читал все. Был когда? Был везде, послать такого человека некуда. Но он все знает. И если человек, то есть пока понятно, да, вот со смирением. То есть это первая ступенька. Если человек на нее поднимается, если он делает все, что говорят в Священном Писании, духовное начале и так далее, у него развивается следующее качество. Отсутствие гордости. Отсутствие гордости. Ну а здесь, соответственно, развивается гордость. И если человек становится на эту позицию, да, он начинает жить вот по этому плану, по этой стратегии, то что для него прогресс, развитие, для него будет выражаться в чем? В чем для такого человека будет выражаться прогресс? Нет, это вот качество. Гордость она у нас есть. Вот если она есть, что для человека важно, что для него ценно? Признание. Слава. Безусловно. Обязательно. Слава. Еще. Статус. Возможность наслаждаться. Богатство. Красота. Знания. То есть все, чем можно гордиться. Но есть один очень такой важный момент. Это все будет относиться к внешнему. То есть это все какие-то внешние вещи. Статус. Даже если знания. Они будут иметь значение только в том случае, если есть, перед кем этими знаниями погордиться, покрасоваться. Себя показать. Совершенно верно. То есть какую роль человек пытается играть в жизни? Роль кого? Лидера. Бога. Лидер это следствие. Это само собой. В конечном счете человек по большому... То есть поймите это правильно. Это очень интересная вещь. Чем сильнее, чем более человек погружен в телесную концепцию, чем сильнее он сосредоточен на развитии своего тела, тем сильнее ему хочется стать Богом. Обуснуйте. Да? Обуснуйте. Кто сказал? Нет? Нет. Может быть. Может я и ошибаюсь на самом деле. Давайте уточняем. Вот смотрите. Мое тело. Ну, пока я по крайней мере молод. Да? Оно дает мне возможность в жизни быть кем? Всем. Да. Всем. Совершенно. Я хозяин своей жизни. Как захочу, так и будет. Мое слово. Я сказал. Да, да, да. Как сказал, так и будет. Вообще все. Я наслаждаюсь этой жизнью. Я контролирую все, что происходит в этой жизни. И если я захочу. То есть все будут счастливы только если я сделаю их счастливым. То есть вот. Это три ипостаси Бога, да. Контролирующий, наслаждающийся и лучший друг всех живых существ. И вот человек, чем сильнее он угрожен в свое тело, тем больше у него удачи в жизни, тем сильнее именно таким он себя ощущает. От меня тут все зависит. Вот как я захочу, так все и будет. Это ощущение Бога. Он не понимает этого, не говорит это в этом слухе. Но если вы думаете, у него развивается именно такое ощущение. Понятно это? То есть чем сильнее мое тело, тем больше я по видимости могу контролировать угрожающую меня действительность. Понятно. Просто очень простая на самом деле логика. Вот. Здесь прямо противоположная ситуация. Человек, когда он отказывается от гордости, он немножко по-другому начинает смотреть на вещи. Он понимает. Чем больше у меня вот этого всего, славы, почести, уважения, признания, тем труднее мне помнить о том, кто я такой на самом деле. Потому что когда тебе в уши постоянно кричат, ты такой замечательный, ты великий, ты могучий, мы тебя так любим. Да? Очень трудно слышать голос, который в сердце идет. Знаешь что? Я душа. На самом деле мое предназначение, оно с Богом как-то связано. То есть я маленький, а он большой. Но мне в уши кричат совершенно другое. Ты огромный, ты знаменитый, ты великий, ты величайший. И вот когда этот шум в уши так идет, очень трудно слышать голос из сердца. И человек, он это понимает, он как бы старается сознательно от этих вещей отказываться. Это не то, что он обязательно идет там туалет куда-то мыть, да, там уходит с работы, да, там обязательно, не знаю, в рубище одевается и так далее. Нет, просто человек, который лишен гордости, его очень легко узнать. Чем он занимается? Вот для того, чтобы не прославляли его, он прославляет других людей. То есть он заинтересован не в том, чтобы его прославляли, он заинтересован в том, чтобы прославлять других. Потому что именно это помогает ему удерживаться на вот этой позиции, да, отсутствие гордыни, отсутствие гордости. Это способ выживания. Понимаете, да, эту систему? А, прославлять надо тоже уметь. Потому что если вы будете прославлять тело, тогда другой человек поверит, что он действительно тело. Вы ему проповедуете таким образом, да. Ты такой красивый, ты такой, я не знаю, гибкий, ты такой толстый, такой высокий, да, у тебя такие красивые волосы. Ну, все, что угодно можно говорить. И человек думает, да, я такой красивый, я такой гибкий, я такой толстый, высокий, у меня такие волосы и так далее. прославлять других надо уметь, это особое искусство это не является темой нашей беседы это отдельная лекция но тем не менее подумайте об этом как прославить другого человека таким образом, чтобы это пошло ему на пользу именно как душе подумайте домашнее задание можно еще? просто я изметьте когда человек русский заходит в комнату и там никого нет, он говорит, не души а когда американцы заходят, европейцы, они говорят но у боги, нету тела для них то есть главное тело ну, да на уровне языка мудрость присутствует хотя я бы, конечно, чтобы она была еще более осознанной но тем не менее, факт есть такое различие дальше происходит такой интересный момент очень интересное, качественное качественное продвижение вперед когда у человека нет гордости следующим его качеством очень интересно у него развивается так называемая ахимса слышали такое слово? что он означает? отказ от насилия совершенно верно здесь наоборот, да? человек все больше и больше прибегает к этому способу общения вот подумайте, почему почему человек, у которого развивается гордость обязательно, неизбежно, рано или поздно начнет проявлять насилие его желание такое? гордость кто знает быть где? выше всех соответственно, со всеми остальными что нужно сделать? вот именно это очень просто просто это насилие может проявляться не обязательно физически да на уровне не могу физически это сделать хотя бы словами облаю, да? у нас даже выражение соответствующее опустили куда уж конкретнее не могу на уровне слов боюсь, там вдруг ответит я ему словами, а он не физически ответит хотя бы на уровне мыслей хотя бы в мыслях как подумать вот найти обязательно про него какую-нибудь гадость счастье нашел, нашел он притворяется строит из себя святошек какого-то великого да, да, мы-то знаем а на самом-то деле хотя бы на уровне мыслей но унизить другого человека то есть тонкое или грубое насилие но все равно насилие это единственный способ сделать всех ниже себя это невольно происходит это автоматически то есть мы говорим в каком направлении двигается человек, да такие качества у него развиваются если он не стремится к тому чтобы развивать эти положительные качества автоматически он будет деградировать то есть если в верхней половине у нас будет идти путь развития да, возвышения то здесь фактически это путь деградации если человек не выбирает этот автоматически он переходит сюда итак насилие насилие на уровне слов мыслей или дел есть в Венах по этому поводу такая симпатичная история наверное вы ее слышали про то, как мудрецы однажды решили выяснить кто из трех главных скажем так личностей в этом мире наиболее возвышен то есть в Велическом патионе есть трое да, как бы три самых главных это Брахма Вишну и Шива доводилось этим нас слышать да трое главных они думали ну не может быть три Бога да, кто-то один обязательно Бог остальные они как бы подчиненные Бог вам ну один по определению да, он не может быть какого-то много вот и они решили проверить и они значит думали, 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 думали наконец придумали отправили делегатом значит делегатом был знаете эту историю? нет, может делегатом был Бригумуни Бригумуни это тот, который придумал астрологию вот саму эту науку так записал ее даже сработал все значит он очень хорошо понимал на что он идет поэтому он заранее со всеми попрощался там привелся дела в порядок написал ну он он и шел испытывать да, проверять конкретно по жесткому причем вот и первым он пришел к Брахме Брахму это творец этого мира вот генеральный конструктор так скажем вот и он а и по отношению к Бригумуни Брахм приходился ему отцом то есть Бригумуни это сын Брахмы вот и Бригумуни как в ведической традиции когда сын приходит к отцу он обязательно должен поклониться и Бригумуни поклонился но в уме почтение не выразил то есть да пренебрег на уровне мыслей совершил насилие на уровне мыслей Брахма это сразу почувствовал он пришел в гнев это что такое это вот такой шпенник приходит и не уважает ну вот представьте себе что ваш ребенок к вам приходит здорово родители ну что тут так он делал там это просто даже слух не было просто на уровне мыслей и Брахму ну буквально в следующий момент спокойно 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 дорогой сын что случилось и Бригумуни понял что Брахма он конечно очень великий он контролирует свой гнев но не самый великий потому что все таки в начале он немножко разгневался и Бригумуни уже очень почтительно на самом деле на этот раз поклонился пошел к Шиве а Шива Бригумуни приходился братом и когда братья встречаются они что делают сразу же ну да внимаются здорово здорово как я рад да вот и Шива увидел Бригумуни Бригумуни братишка я там пошел к нему навстречу чтобы обнять но Шива вот знаете он аскет такой великий аскет ему положено жить возле крематориев и натирать кожу пеплом потому что в пепле есть огонь вот этот тонкий элемент да чтобы такое тело было сильное и Бригумуни позву минуточку да товарищки Шива прежде чем омываться ты вообще обниматься ты на себя посмотри ты в пепле грязный какой-то живешь непонятно где еще обниматься одеждаешь что такое и Шива когда такое услышал ну вот представьте себе что вам ваш родственник что-нибудь такое скажет да ты посмотри на себя да ты кто-то там звать не как он чем-то выходишь на чем ездишь ну что-то такое и он пришел в дикий гнев а Шива у него должность генеральный разрушитель то есть если что-то нужно разрушить да все это вот туда как раз обращаться надо и он схватил свой трезубец и пошел уже все ну все сейчас хорошо жена была рядом с ним да и она так стой стой не обращай внимания на-на-на-на-на и в общем как-то с крехом попал в Тихомире бригуму не подумал не Шива точно не Бог потому что Бог он не может быть подвластен гневу он не может быть контролируемым гневом ну подумал пронесло когда поспался спасибо пошел к Вишну последнему и когда он пришел к Вишну значит Вишну он лежал себе спокойненько вот не помню честно говоря кем ему и Вишну приходится вот ну Вишну в общем лежал никого не трогал а его супруга богиня Лакшни богиня Удачи ему с любовью массировала его стопы да вот знаете вот знаете да традиция такая медическая есть что жена мужу массирует стопы потом отдельную историю расскажу вот значит массирует стопы и он подошел и значит первому он совершил оскорбление да насилие мыслями второму словами и тут он все надо испытать уже делами он подошел когда с ногой значит в грудь прямо по груди Вишну и думал ну все сейчас ну типа что сейчас будет да вот и Вишну скучал ой Бригумуни дорогой как я рад что ты пришел сегодня моя жизнь увенчалась успехом я увидел тебя говорит и хлоп и следующий момент упадно падает значит перед ним чуть ли не в поклон говорит прости только прости только прости у тебя у Брахмана у тебя у мудреца такая нежная стопа у меня такая твердая каменная грудь не ушибся не ты и Бригумуни он понял величайший потому что он не под властью ни гневу его невозможно вывести с себя ни мыслями ни словами ни даже действием и с тех пор мудрецы как бы все однозначно пришли к конечному выводу что увеличает что и Бог это именно Вишну поэтому выполняться нужно именно ему там правда в этой истории имело одно печальное продолжение что Вишну то простил все нормально то есть он как бы даже не обиделся но вот его супруга ну вы представьте себе да что вы вот своему супругу там массируете чтобы кто-то подходит вдруг кто-то еще называющий себя мудрецом Брахманом как даст Лакшми сказала хорошо мой муж не подвластен к нему но я-то как бы не обещала и в общем ну попросту говоря прокляла отныне мудрецы будут нищими вот это самое Брахманы Лакшми она богиня удачи и богиня денег ее слово на этом плане весомо поэтому все мудрецы они как-то чаще всего как-то вот с деньгами у них не очень хорошо Бригмуни просто для того чтобы мудрецы хоть как-то могли себя поддерживать он им оставил астрологию то есть это официальный способ зарабатывания денег мудрецов такой но там правда было уже другое проклятие что с другой женщиной там тоже нехорошо получилось в общем все проблемы за женщину шучу шучу на самом деле за мужчинок еще больше но там было другое проклятие что астрология всегда будет работать 50 на 50 в половине случаев он будет ошибаться поэтому иногда астрологам дают деньги иногда да мог не денег дать пробка история с проклятием до сих пор до сих пор нет склонности к насилию здесь наоборот мне надо любой ценой стать выше и поэтому насилие естественным образом невольно человек не может не планировать это но у него неизбежно вот такой стиль общения с окружающим обязательно будет проедаться то есть видеть находить недостатки в окружающем вот и так здесь человек он просто понимает что да не нужно мне на такие насилия сражать помните вот эту мантру я желаю всем счастья знаете ее да вот здесь как раз его настроение вот этому этой мантры соответствует он всем желает счастья ему не надо чтобы у кого-то что-то было плохо вот и следующим качеством да когда он развивает это следующим качеством является очень интересное качество терпения терпения здесь да когда человек наоборот когда человек попал в западню да если так можно выразиться в западню как бы насилие словно здесь совершает насилие у него развивается нетерпимость то есть нетерпимость что означает вот он мелочь какую-то увидел вот что-то не так как он задумал он терпеть вот он может взрывается сразу очень раздражительный человек приедет приедет когда-нибудь да да что такое вообще то есть слова не скажи чуть что не так сразу крик какой-то да или он даже не кричит но он так смотрит да что лучше бы кричал то есть ну насилие оно же разное бывает да то есть тонкое грубое вот в норме наоборот если человек правильно как бы двигается то в нем развивается терпимость с недостатком других почему почему он легко терпит недостатки других нет уж он еще не видит пока еще нет внешне потому что это просто не важно ему это неинтересно он от этого как бы не получает ему в общем ему от этого не холодно не жарко да есть недостатки у человека а мне но я то что за это он должен переживать я ему помочь но переживать из-за этого я не буду как он мог негодяй почему негодяй просто у человека проблемы а ты знаешь что он делает на каждой есть просто есть история на каждой каждой, но мы тогда никогда не закончим а здесь же наоборот чуть что не так тут есть один нюанс человек говорит что ему это не нравится что вот эти недостатки других его раздражают на самом деле нет на самом деле он ждет когда же ну когда же кто-нибудь сделает что-то не так он просто знаете у него такая пружина закручивается 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 вот и когда он находит повод он разряжается ну наконец-то да можно вот выпустить из себя из тот пар который я накопил такое очень специфическое отношение вот и очень важный момент здесь же человек аааа в силу того что ему не нужно становиться выше всех окружающих да благодаря этому он получает силу терпеть еще и недостатки которые терпеть труднее всего как вы думаете это чьи недостатки свои собственные свои собственные вот свои собственные недостатки ну признать да что они они есть смириться с этим это труднее всего потому что каждый человек в глубине душе утвержден что он какой белый пушистый а все проблемы они от кого да вот от этих вот вот от этих да 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 которые не понимают которые не ценят не создают условий и так далее и как следствие в силу того что он может терпеть недостатки и свои окружающие у него развивается очень интересное качество его развивается простота простота означает что у них ничего не нужно из себя изображать то есть если я сам признал что у меня есть недостатки то у меня нет необходимости их прятать и даже если мне кто то о них говорит слушай смотри а вот ты здесь себя ведешь неправильно я знаю спасибо да слушайте извините забылся да спасибо что напомнили я не хочу чтобы у меня были эти недостатки я хочу от них избавиться спасибо что напомнили понимаете о чем речь идет простота это не значит что человек раньше ездил на мерседесе сейчас пересел на запорожец ну просто же ну и велосипед там я не знаю раньше носил там дубленку сейчас ходит в тоненькой курточке да проще стало проще мне об этом речь это именно о том как вот как я отношусь к недостаткам к тому когда мне говорят правду понимаете этот вопрос нормально еще не запутались не запутал здесь же прямо противоположная ситуация как бы именно из-за невозможности терпеть свои недостатки признавать что они есть человек всячески пытается их спрятать он всячески пытается их замаскировать то есть облачить их в одежду хороших качеств то есть сказать я на самом деле не раздражительный да я просто вот борюсь за чистоту наших рядов я не злопамятный да я просто злой важно что у меня хорошее вот здесь место простоты какое качество начинает развиваться когда человек пытается себя что-то изобразить лицемерие да уличие такое лицемерие то есть я пытаюсь спрятать свои недостатки и человек он такой двуличным становится у него спереди фасад все для вас добро пожаловать ну то есть вот это просто стандартная пластмассовая улыбка да вот это вот все а внутри гады вообще ненавижу да ну или просто равнодушие раз, два но так или иначе человек не целостен нет на него цельности есть лица раздвоенность у него сохраняется и дальше как следствие простоты когда человек понял что у него действительно что-то не так ему нужна помощь то есть ему нужна помощь как человеку который поможет ему вот с этими недостатками что-то сделать поможет ей избавиться он думает то есть как рассуждает такой человек кто мне может помочь избавиться от моих недостатков недостатков ну так вот давайте был бы какой-то недостаток и нам нужно было бы от него избавиться как бы мы это сделали кто бы нам мог в этом помочь совершенно верно тот у кого этого недостатка нет тот уже от него избавился нам нужна помощь именно такого человека и поскольку мы говорим о духовном развитии да то есть о недостатках которые мешают нам развиваться именно как духовному живому существу как душе кто нам нужен да духовный учитель да наставник святой по разному это все можно называть то есть след за простотой приходит естественным образом обращение духовному учителю обращение к духовному учителю причем к истинному духовному учительу поймите правильно речь не идет о формальном посвящении да что такое у всех уже есть духовный учитель у меня одного нет лошара какой-то что ли кто-то такое кто просто не прилично в обществе показаться умные у меня вот такойacle уточина а у тебя Да, какой духовный учитель? Как же, не, да. То есть, ну что-то такое. Нет, речь идет действительно именно с желанием исправиться, с желанием стать лучше, с желанием принимать наставления. То есть, такое серьезное прощение. Как ученик, по-настоящему. Если же, то есть на этой лестнице, на лестнице ведущей вниз, здесь прямо противоположная ситуация. Человек стал двуличным, да, и у него происходит отторжение, отвержение. То есть, для того, чтобы принять наставление, да, ему надо... Для того, чтобы принять наставление, нужно вот это все пройти. То есть, нужно вот признать, что кто-то лучше, чем я, кто-то знает больше, чем я, что у меня есть какие-то недостатки. А тут, чем дальше, тем сложнее. Да, как это? Чем дальше влез, тем злее дядь, да. Вот так же здесь. То есть, вот эти качества, да, они все злее и злее. И чем дальше человек сюда продвигается, тем ему сложнее вообще принять авторитет кого бы то ни было. То есть, здесь вот антикачество обращения к другому мужчине. Это отвержение всех авторитетов. Отвержение авторитетов. То есть, в конце концов, лучше я... Я сами зверей или нет? Я самый, какой там, самый красивый, самый умный, самый сильный, да. Никто не может сравниться со мной. То есть, человек, он, что такое, укрепляется в этой философии, в этом понимании мира. Понимаете, да? То есть, полезно, надо прогрессировать. То есть, так это все происходит. Вот здесь нам нужно сделать небольшую остановочку. Вот вплоть до этого момента, он является, по сути дела, переломным. Такая критически важная точка. Вот до этого момента, человек, который шел по этому... Выбрал эту стратегию, да, шел по этому пути. А? Нет? Шел по этому пути. Он внешне выигрывал. Он внешне был более успешным. Понимаете, о чем речь идет? То есть, здесь он выгрызал карьеру, да, добивался постов, положения, денег, славы, почестей. Внешне у него больше, 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 больше. Здесь нет. Добиваясь всего этого, он, естественным образом, становился все более счастливым. Ну, как же, мои планы сбываются, да? То есть, те цели, которые я ставил, они реализуются. Я достигаю все, чего хочу. Ощущение счастья, да? То есть, здесь ощущение счастья, если так представляешь, оно выглядит вот таким образом. То есть, потихонечку, потихонечку, потихонечку нарастает. Медленно, медленно, медленно. Здесь ситуация другая. Здесь человек очень быстро достигает счастья, да? Достигает пика вот этого ощущения, наполненности жизнью, я живу. Но вот этот момент, эта вершина, эта точка. Как только человек утвердился, что выше меня никого нет, все. Он достиг вершины своей жизни. А с вершины есть только один путь. Это путь куда? Вверх. Вот с этого момента, да, почему он критический? Потому что, начиная с этого времени, этот человек, который выбирает жить как тело, он начинает только терять. Вот начиная с этого времени, его счастье начинает убывать. Больше оно стать уже не может. Потому что ему некуда дальше двигаться. Он достиг вершины. Он сам стал самым выше. Все. Теперь путь будет только вниз. Здесь наоборот. Именно с этого момента, когда человек начинает, обращается к истинному духовному учетелю, с этого момента, да, его ощущение счастья, вот это вот жизненное, оно начинает стремительно возрастать. Понимаете эту разницу? Да, вот этот переход, переломный этот момент. То есть, в жизни это бывает разно. Например, ну самый простой пример. Человек стал начальником. Вот достиг вершины в своем бизнесе или там производстве, там, в учреждении. Неважно, стал, я не знаю, кем он там, министром. Ну хоть кем, да? Все. Дальше, он, то есть раньше он к этому стремился. Вот он достиг, достиг вершины. Ощущение, какое у него, когда его назначили наконец-то? Счастье. Да, да, получилось. Но буквально в следующий момент, какая приходит эмоция? Нет, что дальше это не актуально. Чего это вдруг-то? Мне все нравится. Да, какая эмоция приходит? Да не будет там разочаровать, ничего. Потерять боится. Не потерять. О, страх приходит. Вот дальше начинается страх. Потому что раньше человек просто, он расталкивал, да, он окружает, локтяк окружает, он некогда был, он отрывался туда, где-то решили, вот он ее достиг. А теперь все окружающие, они кем становятся? Они, да, они уже конкуренты, они потенциальные, то есть любой из них может у меня отобрать. То есть раньше у меня могли быть какие-то друзья, могли быть отношения, могли быть что-то еще. Но сейчас я озабочен только одним, как удержать это. То есть все, счастья больше не будет, дальше только все более и более сильный страх. А почему страх? Почему страх становится сильнее? Почему ощущение счастья, да, вот здесь, оно потом начинает убывать? Я подскажу, это вот с этим связано. С телом, конечно. А что сделал? Стареет. Стареет, болит, грубеет. Появляются более молодые, более новые, которые дерзкие, да, которые больше знают, знают, чего-то новое. Еще сильнее, чем я, хотя, да, вот дорбался до этого. И чем больше кругом, да, я-то немаложе становлюсь. И знаний у меня больше не становятся. В принципе, что человек в институте получил, все, он больше, как правило, уже ничему не учится, да, ну там, в заветном заключении. Да, или в школе. Он дальше на этом запасе и едет, знали. А у этих все больше и больше, а я все старее и старее, я лучше-то не становлюсь. Я никогда не буду уже как новенький. Да? Все больше врагов кругом. И соответствующее отношение как бы формируется. И ощущение счастья, все, дальше человек только теряет. Дальше он теряет. Теряет положение, теряет молодость, теряет друзей, теряет все. Дальше он только теряет. Здесь наоборот. Дальше здесь будет только выше, выше и выше. То есть уровень счастья будет возрастать. Понятно это? Само вот эта идея. Сейчас мы разберем как, почему это происходит. Итак, когда человек принимает духовного учителя, что должен ему дать духовный учитель? Что он должен получить от духовного учителя? Че-че-че? Че-че-че? Не шутки шутками, а что на самом деле? Вот представьте себе, что вот сегодня сейчас вот хоп, и заходит духовный учитель. Ну, неважно, да? То есть у него прям бейджик такой. Духовный учитель, да, все нормально. Здесь диплом. Да, духовный учитель международного уровня, там все нормально, да? О чем просить-то будем? Дай, и он готов. Дай им все, что захотите. Мудрость. Знание. Это чего такое мудрость и знание? Вот знание, читайте книги, там мудрость, там знание, здоровье. О, практику духовный учитель должен дать. Он должен дать практику. Вот так, уважаемые, вот давайте сразу-таки говоримся, да? Духовный учитель, принятие его, это не мистический процесс. Это мне рассказывали, значит, что в Гималайфе есть такой секретный монастырь, и там есть главный йога. И вот этот йога, значит, у него есть такой метод, он каждого ученика, он говорит, ну, в общем, на твое усмотрение, вот я могу ли я со всей дури дать в лоб? И дальше три варианта. Или у человека откроется третий глаз, или он помрет. Мистика вот такая. То есть духовный учитель, он не обязательно в лоб даст, просто возложит руку, да, там, или прочтет мантру какую-нибудь, или просто в глаза посмотрит, со значением, да? И я все пойму сразу. Так не бывает. Духовный учитель должен дать практику. То есть духовный учитель отозначает труд, работа. Да? Кирпичи. Да. Таскать кирпичи. Вот. Духовный учитель дает практику. И как следствие этой практики, то есть следствие процесса, человек обретает следующее качество. Следующее качество это чистота. Чистота. Чистота и внутренняя, и внешняя. Для чего нужна внешняя чистота? Вопрос не праздный. Многие люди такие, знаете, в кавычках духовные, они говорят, это все не важно. Не важно, что там у меня снаружи, не важно, что я ем, что я пью, где я сплю, с кем я сплю, это все не важно. Главное, чтобы это внутричество там было. В духовном, во всех священных писаниях говорится, извините, ребята, внешняя тоже важно. Почему? Внешняя отражение выклинило? А девушки встречали? Да все проще, ребята. Вот чтобы заморочек меньше было. Просто чтобы меньше было заморочек. Потому что внешняя, она хотим мы того или нет, до определенного времени, она влияет все-таки на то, что происходит внутри. И вот чтобы не слишком много этого влияния было, нормальный человек, разумный, который следует писаниям священных, он все-таки стремится, чтобы снаружи тоже было чисто. Потому что, знаете, есть такое предписание, что начинающим, верующим, не рекомендуется проповедовать в таких местах, как вот тюрьмы, публичные дома, там. Святой может ходить везде, и в тюрьму, и в публичные дома, где угодно, и он везде останется чистым. Но начинающему лучше не надо. Потому что не факт, что он будет проповедовать. Понимаете, да? То есть может получиться прямо наоборот. Бывали, к сожалению, такие признанные. А внутренняя чистота это погружение в процесс, погружение в Бога, в конце концов. Здесь наоборот. Здесь человек отверг все авторитеты. Здесь он сам себе становится духовным учителем. И вместо чистоты он сам думает, что же мне такое сделать. То есть он все больше и больше оскверняется. Причем не понимает этого. Осквернение происходит. Мы однажды уже об этом говорили. Почему человек, который погружен в материальную деятельность, почему он неизбежно будет оскверняться? Вы думаете? Это вот с гунами как раз связано. Потому что он... Ну, ладно, я не буду долго... Он в какой вот здесь гуне живет? В страсти. В страсти. Очень много кипучей деятельности ради результата. Он целыми днями суетится. Крутится, как белка в колесе, буквально. Остановиться не может. Реально не может. Он даже когда... Он спать не может из-за этого. Мне один знакомый... Я рассказывал эту историю, но один знакомый рассказал просто. Я всегда хотел быть самым богатым человеком в городе Омске. Ну, бизнесмен. Я планы строил далеко идущие там, бизнес развивал, упирался. Потом мне однажды показали, познакомили с самым богатым человеком в городе Омске. Я не знаю, кто это он мне не называл. Фамилия по этому. Извините. И этот человек сказал мне, да, вот у меня такой бизнес, вот у меня тут-то, вот у меня все-то, вот это, вот это, вот это, и я не сплю по ночам. Мой знакомый тогда подумал, что-то я, пожалуй, такого-то не хочу результата. Он говорит, подумал, можно я просто буду достаточно состоятельным человеком, не самым богатым. Ладно, меня вполне устраивает, какой-то уровень, который мне сейчас. Мне, пожалуй, больше уже не надо, а то тоже перестану спать по ночам. И так он спать по ночам не может, у него ум постоянно, вот тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. А где, а как, а что, успею или не успею, а что конкуренты, а выгода, что там с долларом, да, что с нефтью, вот эти вот постоянно мысли крутятся, крутятся, крутятся. Вот, ум, да, вот он набрал обороты, остановиться не может. Единственный способ остановить ум это что сделать? Вот, в слову уже было это сказано. Кирпич. Ну, образное выражение. То есть, чем-то тяжелым его придавить. Самое тяжелое, это то, что как раз там огонь находится. Вот водка, наркотики. Да, вот чем-то таким так. Выпил, хлоп, и все. До встречи в салате. Да, расслабился. Ага, хорошо, вот именно. То есть, чем-то тяжелым, а споверняется. Он не потому что плохой, а он вынужден это делать. То есть, поймите, из каждой предыдущей стадии вытекает все остальное. Посмотрите на то, как живет человек сейчас. Вы можете уже сказать, как он будет жить завтра. Посмотрите на свою жизнь. Да, и подумайте, нравится ли вам то, каким будет ваш завтрашний день. То есть, это работает во всех случаях, без исключения. Вот, и так происходит оскорбление. Происходит осквернение. Здесь человек, он сам, если он даже до этого занимался, чем-то духовным интересовался, якобы духовной практикой, здесь его духовная практика начинает уже страдать. То есть, здесь она становится все более и более серьезной. Потому что человек, он видит свои недостатки, ему все сильнее хочется от них избавиться. А здесь наоборот. Он думает, ой, ну зачем вот, ну допустим, человек мусульманин, ну зачем пять раз в день молиться? Ну кому нужен этот вот цирк? Кому нужна вот эта искусственная вот эти все поклоны? Лучше я один раз в день поклонюсь. Но уж так искренне, что ах вообще просто. Или, зачем читать молитвы, ну там христианские допустим, утром, днем, вечером. Зачем на четких читать там Иисусову молитву, еще что-то. Главное, чтобы в душе Бог был в конце до концов. Понимаете, да, вот эти вот разговорчики. Вот искренность, она важна. Вы так на меня смотрите, что я не знаю, как реагировать. Никогда такого не было, да? Правильно говорите, правильно. Да, было, было, да. Слава Богу, все нормальные люди собрались. Хорошо, что такой вариант, когда вот так вот. Нет, главное, ум же, он четкие аргументы приводит, да, что как бы, да, ну все логично. Зачем вот искусственное что-то, должна естественное быть. Да, да, нормально. Все свои, нормально. Хорошо. Вот, итак, здесь человек вот, начинает сам все устанавливать в практику, оскверняется и, в общем, постепенно в том гуну все сильнее скатывается, все быстрее. Следующий, да, развивает чистоту, естественно, чистота, это, кстати, какая гуна? Благости. А у гуны благости есть, вот в материальном мире, да, какая функция гуны благости в отношении вот материи, что она с ней делает? Помните? У каждой гуны есть свое воздействие на материю. Благость что делает с материей? Поддерживает. Поддерживает. Стабильность. Придерет качество стабильности. Страсть созидает, благость поддерживает, невежество разрушает. Да, то есть, естественная динамика всего в этом мире. Все, что родилось, обязательно какое-то время проживет, и затем обязательно умрет. Что, не верит? Не верит, конечно. Вот благость, она отвечает за стабильность, да? И здесь развивает, вследствие просто естественного развития гуны благости, следующее качество это стабильность. Ну, то есть, нет ничего проще, чем начать с понедельника новую жизнь. Да, невежество и разрушает, да? Вот. Здесь же, то есть, кстати, стабильность очень интересно переводится. Два таких значения. Первое. На санскрите стабильность буквально означает неуклонное следование Бога откровенном писании. То есть, неуклонное следование тому, что написано в священных писаниях. Это не только к ведам относится. Это универсальный принцип. И если человек христианин, то для него стабильность. Стабильное следование заповедям, стабильное следование наставлением Христа. Если он мусульманин, то следование тому, что написано в Коране. Если он иудей, то следование тому, что написано в Коране. Стабильно, самое главное. То есть, здесь исчезают взлеты и падения. Знаете, вот, да? Типичный признак начинающего, верующего, да? Начинающего человека, который только начал духовный путь. Это вот так вот. Бум. Бум. Бум-бум-бум-бум. Да, вот так вот. Здесь вот взлеты исчезают, но и падения исчезают. Человек стабильно пошел все по пути духовного развития. То есть это уже достаточно высокий на самом деле. Отсутствие вот этих взлетов и падений, это называется обезьянные прыжки. Видели когда-нибудь, как обезьяны прыгают? Очень красивое зрелище. Знаете, они так раскачиваются, раскачиваются, раскачиваются. Полетело, полетело, хватило за следующую льву, раскачиваются. Пфу, полетело. Ну просто, знаете, почему обезьянные прыжки? Потому что рано или поздно происходит что? Ага, промакивается. Пфу, бум, в ствол. Ну или в ствол там, куда-либо. Это происходит обязательно. То есть у начинающего человека такие вещи неизбежны. Я это к чему рассказываю? Это не то, что там кого-то унизить или над кем-то смеяться. Я к тому, что такие вещи случаются. Вы этого, главное, не пугайтесь. То есть на начальном этапе взлеты и падения – это абсолютно естественные вещи. Их пугаться не надо. Просто нужно знать, что нужно двигаться дальше, и обязательно придет стабильность. Потому что иногда, на самом деле это часто, вот начинающие люди, начинающие духовный путь, они из-за этого очень сильно беспокоятся. Я это рассказываю, чтобы вы могли помочь. Либо себе, либо окружающим. Так трудную минуту. Часто люди начинают беспокоиться. Почему у меня так? Вот я хочу, а у меня не получается. И пробую, пробую, а потом опять не получается. Я вот пробую и снова. Вы успокаиваете в таких случаях людей. Или себя можете успокаивать. Это нормально. Ты, главное, продолжай, и обязательно все начнет получаться. Не беспокойся, просто продолжай. Обязательно все получится. Поверьте. И второй перевод. Первый перевод слова «стабильность» – это «неуклонное следование заповедям». А второй перевод – это «целеустремленность». Целеустремленность. Целеустремленность, что означает? Вопрос. Что означает слово «целеустремленность»? Идти к цели. И из этого что следует? Что у человека сколько целей? Одна. Не может идти человек куда-то больше, чем к одной цели. За двумя зайцами погонишься? Да? Все остальное средство. Да, все остальное средство, действительно. То есть есть какие-то промежуточные могут быть цели, все понятно. Но цель, к которой идет человек, одна. Если у человека в жизни больше, чем одна цель, значит у него нет цели. Он никуда не придет. Он постоянно будет метаться. Помните этот анекдот про обезьяну, да? Когда лев, он поделил всех зверей на умных и красивых. Они все разделились, только обезьян назад вперед бегало. Он говорит, что метишься? Это что, у меня разорваться что ли? Это вот на самом деле так происходит. Если у человека больше, чем одна цель, целей у него нет, он не придет ни к чему. Я уже рассказывал про одно из самых первых впечатлений детства. В советские времена была пластинка «Алиса в стране чудес» с Высоцкой песни Высоцкого. Там Чеширский кот был, любимый персонаж. Он Алису там наставлял. Он выступал в роли духовного учителя для Алисы. Не слышали это? Там Алиса к нему подошла и спросила, «Котик, скажите, куда мне идти?» Котик не будет дурак, отвечает. Она говорит, «Все зависит от того, куда ты хочешь попасть». Алис говорит, «А мне все равно, куда попасть?» Кот отвечает, «Тогда все равно, куда идти?» Ты иди прямо, куда-нибудь ты попадешь. Только не сворачивай. Если человек долго идет в одном направлении, он обязательно куда-нибудь придет. Но если он все время то туда, то туда, то туда, то не придет ни к чему. Итак, стабильность. Цель и устремленность. Ну, здесь антикачество, естественным образом, это нестабильность. Вот это вы, наверное, видели в жизни, да? Вот когда человек уже в пик прошел своего развития, своей карьеры, своего положения, чего-то еще, да? И он чувствует, что время начинает уходить, да вот тут человек начинает метаться. Видели такое метание? Завудит любовницу, меняет машину, экстремальный туризм, что-то еще. Энергия, чайтание, жизненная сила, ощущение жизни в сердце начинает убывать. И он пытается искусственными способами ее как-то восполнить, да? Еще, еще оттуда, может там получится, а может там, где же ее взять-то? Вот он метается, мечется по миру, по связям, по отношениям, по чему-то еще, да? Нестабильность, естественное положение. Понятно, да, о чем речь идет? То есть видели это в жизни как-то? Сиди на бороду бесребрового, вот эти вот все штуки, да? А? Молее чем. Ага, хорошо, верю, нормально. Вот, видимо, да. Вот как вы видели, на самом деле, как реализовано сказать. Хорошо. Следующая ступень, да, когда вот в силу стабильности появляется сила определенная, да? То есть уже инерция процесса. Следующее качество это самодисциплина. Сказано в одном фильме хорошем было, старом. Когда у человека от страха мурашки бегут похоже, а он говорит им цыц, и они исчезают, это большое человеческое счастье. А? А? Челяется. А? Челяется. Да, да. Дисциплина. То есть, когда появляется утвержденность цели, человек, стабильность, да, человек все уже, он четко решил, я иду к цели. то даже когда появляются какие-то разгражающие соблазны, а в разгражающие объекты соблазны, когда они норовят утянуть в сторону. Самодисциплина, это означает, что у меня хватает силы самого себя, то есть у меня вот так вот голова начинает вот так вот, да? Вот самодисциплина означает, что у меня хватает силы самого себя так вот. Опа, да, мы туда вот идем вообще-то. То есть я сам, ну, немножко образное такое сравнение, Веда говорится, человек отрывает свои чувства, глаза, уши, язык от объектов, уводящих в сторону целей. То есть он сознательно отрывает взгляд, перестает слушать, перестает есть все, что мешает двигаться ему к цели. Помните, мы в прошлый раз об этом говорили, да? Что человек выбирает ту пищу, те ритуалы, те спезы, которые помогают ему достичь цели, да? Вот это как раз самодисциплина. Здесь человек осознанно это делает. Здесь естественным образом, да? Ну, прямо противоположное качество. Неспособность. Дисциплина. Это вообще поразительная штука на самом деле. Это вот врачебный опыт. Врачи, учителя, ну, вообще все, кто с людьми работают, они это знают, да? Даже говоришь человеку, не делай этого, нельзя тебе, ты умрешь. Просто реально жизни твоей угрожает это, да? У тебя диабет, куда ты конфеты лопаешь горстями? У тебя гипертония, куда ты селедку начал есть, да? Опомнись, безумный. Он не может. Он как бы и рад бы, но он не может остановиться. Недисциплина. Здесь самодисциплина, так что означает? Что раньше, если раньше кто-то был, кто извне его наставлял, да? Извне его удерживал. Гуру, вот заповеди, там, общество, то есть ему помогали. Здесь он уже становится самостоятельным, самодостаточным. То есть он уже сам может себя поддерживать на своем пути. У нас в усаме появляется эта сила. Следующее качество, оно очень похожее, это отречение. Отречение. Отречение это что значит? Здесь, кстати, что значит отречение? Давайте вот с ажио начнем. Отказ от человека. Отказ от человека. Ага, хорошо, еще. То же самое, по сути дела, да? Вот смотрите, у нас, как правило, у нас действительно, ну, по крайней мере, в нашей культуре под отречением, это большинство людей так есть, понимают именно то, что я просто перестал что-то делать. Ага, запрет. Отрекись. То есть, фу. Как это? Бросик. Смысл, когда ты отрекаешься, то есть, добровольно отказываешься, что ты проявляешься, бросить ты. Вот здесь есть нюанс. Под отречением, ну, в ведическом смысле, да, вот это ведическое понимание отречения. Означает, что если я раньше просто контролировал свои чувства, ну, вот, не пускал их куда попал, а не мог, сейчас я их начинаю использовать, причем в каком-то правильном деле. Задействую. Отречение означает, что я использую так, как нужно. То есть, поймите, я еще раз хочу повторить, это очень важная вещь, на этом пути человек ничего не теряет. И слово отречение, пусть у вас не бывает, ааа, отрекись, это все значит ни в кино, ни к друзьям, ни в пусть никого не поешь, ни красивого теперь ничего не наденешь, да? Успокойтесь, все нормально. И к друзьям, и вкусно, и все, там, ну, попейте, потанцевать, все будет, все нормально. Просто отречение означает, что это дело не как попало, не как вот телу хочется, да? А так, чтобы это на пользу шло душе и моей, и окружающей. На самом деле, в духовной практике все можно. То есть, только правильно. Так, чтобы душе шло на пользу. Не для себя. Да, совершенно верно, не для себя. В конечном счете, ну, к Богу. Человек занимает служение Богу, все свои чувства. А антикачество человек, то есть, здесь он занимает чувство служения Богу, а здесь, да, наслаждается, вы и чувству. Привязанности. То есть, здесь было отречение, здесь привязанности. Причем, пусть вас не, как бы, успокаивает, что слово звучит отталеку. Ой, ну, привязанности, да, есть у меня маленькие человеческие слабости. Так, вот, привязанности, да? Здесь речь о более серьезных вещах. Привязанность означает, что человек становится рабом своих чувств. Или он занимает их служение Богу, или он станет их рабом. Альтернативы нет. Третьего варианта, точнее, нет. Или так, или так. Или чувства не могут не работать. Они обязательно будут, вот, ну, активны. Не обязательно будет, надо будет на что-то смотреть, что-то слушать, с кем-то общаться, да, что-то есть. Это будет обязательно. Но либо это будет занято в служении Богу, либо это меня поработит. Я стану рабом этих чувств, придатком своим чувствам. Видели таких людей, знаете? Есть человек, например, придаток желудку. Да, то есть центр этого желудка, на самом деле. А человек, он живет только для того, чтобы туда все время что-то закидывать. Есть человек, это вот придаток глазам. Там, вот, фильмы, там, еще что-то, вот, ему вот это надо. Есть, ну, там, разные варианты, да, но уже не человек, а чувства. А человек просто для них существует. То есть, либо мы едим для того, чтобы жить, да, для того, чтобы служить Богу. Либо мы живем для того, чтобы есть. Вот, не так уж много у нас вариантов, по сути дела. Вот. И еще одно, вот, видите, там говорится, что привязанность, вот эту стадию уже отличает то, что ради удовлетворения своих чувств человек уже буквально готов на все. На все. Вот эта динамика, да, ему становится все страшнее и страшнее. Страх не растает. Иногда страх становится настолько нестерпимым, что, чтобы заглушить его, человек готов на самые страшные вещи. У него уже не остается близких, там, не близких, да, это уже все не важно. Любой ценой вот сохранить вот это ощущение счастья, удержать его хоть еще секундочку. привязанности, они на самом деле страшная вещь, страшная сила. Так это было отречение. И когда человек занимает чувство в служении Богу, да, то есть он правильно их начинает использовать, то его сердце начинает действительно очищаться. То есть здесь вот, проявите, просто счастье-то становится все больше и больше. То есть грязь уходит из сердца, да, сердце всегда чем-то наполнено. Или счастьем, или грязью. Здесь, поскольку в силу процесса грязь все больше и больше уходит, да, все сильнее становится счастье. И человек, он начинает, он все больше начинает чувствовать, какое это на самом деле счастье, служить другим. Не быть Богом, а служить всем. Вот Богу, людям, да, он начинает чувствовать в этом вкус. Он, как бы, более того, он начинает все отчетливее чувствовать, что если я начинаю вдруг что-то делать для себя, да, счастье вдруг начинает исчезать. Тут, кстати, один момент, о котором я вам не сказал. Когда человек, то есть, ну, отсюда же тоже можно как бы упасть, да, то есть бывали пецеденты, люди начинали двигаться по духовному пути, потом падали. Слышали такое выражение? Упал. Куда он падает-то? Не на предыдущую ступеньку. Падает он сюда. Подняться потом назад бывает крайне сложно. Потому что надо заново вот это вот чувство смирения, да, и так далее. А здесь уже вон сколько всего. Поэтому ухо вас в сторону надо держать. Падать настоятельно не рекомендуется. Итак, здесь человек в силу опричины, в силу все большей чистоты, он начинает чувствовать счастье, еще все более и более сильное, от того, служит он Богу, да, и окружающим, или нет. То есть ему вот это нужно. То есть человек перестает думать о себе. Вот здесь уже я знаю продвинутые люди сидят. Какое образование, что ли, в нашем сознании, отдел нашего сознания, отвечает за появление слов «я» и «моё». Не просто эго. Ложное эго. То есть ложное эго тема отличается, что оно концентрирует. То есть «я», то есть «тело», и «моё», то, что к этому телу принадлежит. Вообще в санскрите, так вот, интересно может быть, там нет слова «моё». В санскрите буквально то, что находится рядом со мной, поблизости от меня буквально. То есть там невозможно сказать, это вот, мой фломастер. Он просто вот тут вот рядом со мной лежит. Чей-то. Но не бойтесь. Просто вот тут, сейчас вот рядом со мной, а завтра не спил. И непонятно. Вот. То есть здесь фактически избавление от ложного эго. Следующая стадия. Ну и, соответственно, развитие истинного. Так вот. А антикачество? Естественным образом усиление. Усиление ложного эго. Нет, антикачество. Здесь усиливается ложное. Здесь, да, здесь усиливается истинное эго. Понимание того, что я душа. А раз я душа, то я должна заниматься духовной деятельностью. Служить Богу, служить людям, служить всем живым существам. А здесь ложное эго. Все должны служить я. Вследствие, когда человек избавляется от ложного эго, он понимает, что, а если я не тело, никогда им не был, и никогда им не будут, то спрашивается, что я душа, делаю здесь. Здесь это где? В материальном мире. В материальном мире, совершенно думаю. позвольте, а как я вообще сюда попал? Что тут вообще делаю, да? Знаете, вот человек спал, спал, вдруг проснулся, вот, где это я? Бывал когда-нибудь так вот? Один раз, у меня был с тобой, очень было много поездок, я один раз проснулся, где я? То есть, знаете, такое очень интересное ощущение, специфическое, неприятное. Вот что-то подобное здесь испытывает человек. То есть, он понимает, что материальный мир это вообще не место для меня. Наши предыдущие лекции, наши предыдущие семинары, они были не зря, они потихонечку и подводили нас к этой идее. Помните, две характеристики материального мира? Совершенно верно. Духа Аллаевна, Шашлута. Временный и место страданий. Здесь все время что-то происходит не так. Да? Вот это единственная характеристика, с которой никто спорить не будет. Здесь все время что-то случается. Причем нехорошее, что характерно. Помните эту шутку? Если вам кажется, что все идет хорошо, значит, вы чего-то не заметили. Не везет, не везет, не везет, потом как не повезет, опять не везет, не везет, не везет. Вот это вот материальный мир. И вот как раз на этой стадии человек понимает, что похоже, мне здесь не нравится. Ну, такое вот выражение осознание, осознание бренности материального мира. То есть, человек понял, за что бы я здесь не хватился, здесь рано или поздно все предстоит потерять. Все, что я считал ценным, все, что я считал важным, рано или поздно я это потерял. Мы читали. Вот человек начинает понимать, что жизнь в материальном мире это причина страданий, что рождение, старость, болезнь и смерть это зло, что само по себе материальное существование это моя большая ошибка. Извините, пограничился. То есть, реально, это не шутка, человек реально так начинает себя осознавать. Говорится, вот в этот момент у человека начинает развиваться истинное смирение. То есть, здесь это было кроме этого начальное, а вот здесь начинает действительно смирение. Человек начинает плакать. Он понимает, как я мог. Ой, 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 вот я дурак, вот я влез вообще куда. Вот он реально это начинает, он плакать от этого начинает. Он говорит, ой, Господи, прости вообще, прости. То есть, человек реально начинает каяться, Потому что он понимает, что во всех священных писаниях Бог говорит, я тебя предупреждал, не ходи туда. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в материальный мир гулять. И человек понимает, я дурак, меня же предупреждали, куда я полез вообще. И вот с этого момента его смирение начинает становиться очень-очень сильным. Потому что после этого, вот после того, что я сделал, на что я могу претендовать после этого? О чем мы вообще можем говорить? Чем мы можем гордиться после какой-то глупости? Ну а антикачество это наоборот, это важность материального существования. Важность материального мира, материального существования. То есть человек начинает думать, что кроме этого мира ничего нет. Встречали людей, которые, да чего мне говорить о душе, чего мне там какой-то жизни, да? Оттуда еще никто не возвращался. Жить надо здесь и сейчас, и на полную катушку. Встречали такие? Это уже далеко зашедшее встание. Человек понял, что вот кроме этого у меня ничего нет. И вероятно, никогда не будет. Вот, да, счастья все меньше и меньше. Вы просто представьте себе, вот, ощутите это уже. Вот две большие разницы, да, как говорится. Вот здесь каждая секунда, она отнимает у вас. Каждая секунда забирает возможность испытать счастье, возможность чем-то насладиться. Да? Понимаете, о чем речь идет? То есть, если вы сейчас какое-то вот наслаждение не испытали, все, упущенное время. Каждый прожитый день, он делает вас слабее, он делает вас немощнее, дряхлее, память теряет чувства. Они, знаете, вот в детстве краски яркие, да, трава зеленая, небо синее. Осталось-то все как-то не так. Вот. И каждый прожитый день, он отбирает у вас что-то. Потеря, 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 потеря. Вот до полного финиша. То, до момента, когда я потеряю все. Вы чувствуете, подумайте, да, это вот? Это так мы хотим жить? Вот с этим ощущением. В йоге это говорится каждый вдох и выдох, да? Человеку отведено на жизнь определенное количество дыханий. Вдох и выдох. И вот с каждым выдохом у меня теряется часть жизненной энергии, часть праны. Ну, той жизненной энергии, которая не восполняется, отжаса так называемого. Вот. Я теряю, теряю, теряю. Катастрофа. Здесь наоборот. Да? Каждый прожитый день, он приближает меня к моей цели. Каждый прожитый день прибавляет мне. Понимание глубины, мудрости, счастья. Разное отношение к смерти постепенно становится. Здесь смерть, это катастрофа. Смерть, это то, что любой ценой нужно избежать. Как попало, что попало, но только жить. Знаете, есть люди, они вот мучаются, то есть вот терминальные уже больные бывают такие. Они, онкология, допустим, там, диабет какой-то тяжелый. Я сейчас пугать буду. Я уже пугаю. Вот. Они, да, сейчас посмотрим. Они на все что угодно готовы, лишь бы еще хоть чуть-чуть прожить. Они дихую боль испытывают на самом деле. То есть дикая там боль. Когда, например, метастазы, кости, там, еще что-то, боль страшная. Жить, жить любой ценой. Хоть как-то. Потому что кроме этого вообще ничего не было. Здесь другое. Здесь смерть, это не конец. Здесь смерть, это просто ступенька очередная, не более того. Движение вверх, движение к цели. Есть история про Бахараджиум. Другом такой был. Он был еще маленьким мальчиком, когда он встречал своего духовного учителя и отправился в лес совершать аскезу. У него была такая там, долгая история. Я уже так кратко ее расскажу. И он удостоился встречи с Богом. То есть он настолько был решителем, что он буквально за несколько дней прошел все стадии, все ступени и встретился с Богом. А в лес там он ушел из-за чего? Из-за дурацкого, на самом деле, детского желания. Он захотел царствия больше, чем у своего отца. У своего деда. Где-то там в Великий Борг. Вот. И Господь ему сказал, ну чего ты хочешь? Друга, Махарадж, маленький этот мальчик, да? Ну, принц, там кто он там. Он сказал, я вообще, извини, Господь, я из-за такого дурацкого, на самом деле, желания в место ушел. Я хотел просто быть богатым, ну вот, знаменитым, да, вот, власть хотел иметь. Счастье, я понимаю, что это просто, вот, мне это вообще не надо. Все, я хочу только, чтобы вот, 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 для тебя что-то делать, только служить тебе. Бог сказал, ну, мне, конечно, очень приятно, да, то есть, и я обещаю, что это у тебя будет. Но ты знаешь, что вот, поскольку желание все-таки было, да, иметь царство, то, извини, придется сначала его все-таки получить. Да. И, там, ну, в общем, он получил царство, все нормально. Когда пришло время умирать, говорится, он не наслаждался своим царством. Он просто, ну, когда это уже все кончится, да, вот, примерно в таком настоянии жил. Причем царство у него действительно было самым большим в мире. Представляете себе, вас сделали бы царем, ладно, царем, президентом. Хотели бы быть президентом? Не, я не про то, что там заморочек много, а вот на это, вот, наездить на машине с легалками, борт номер один. Ну, там, что там сейчас, там, не знаю, в общем, все эти почести, легалии, ох. Ну, в этом смысле, да, вот, какой-то президентом. Чего, залупая сразу, а? Вот. Так вот, Друва Махараш, он на эту удочку уже не покупался, он думал, господи, когда я уже к тебе могу снова, наконец, вот, прийти уже, просит всю эту работу. Короче, когда пришло время умирать, за ним прилетел корабль из духовного мира, Лиман, так называемый. К нему была лестница, ну, травма. Друва начал по нему подниматься, но когда он поднимался, увидел, что одной ступеньки не хватает. А там ступеньки такие, что перешагивать нельзя, там обязательно по каждой ступеньке должен хватить. Вся твоя жизнь, это ступеньки, вот, подняться на борт этого корабля в духовный мир. И одной ступеньки не было. И тут он увидел, что подходит смерть, да, и становится так, что его голова как раз становится одной из ступенек. И он наступил на голову смерти и поднялся дальше. То есть, смерть, говорится здесь, она, это не конец всего, наоборот, это просто ступенька. Понимаете, совсем другое отношение. Смерть вообще не важна. Знаете, как здесь, мы немножко отклонились от темы, но это, я думаю, так интересно. Знаете, как умирает человек вот здесь вот, вот в этой стратегии? Его, как бы выигрыш, как бы, говорится, что смерть приходит в человеку в образе боли. Боль, как от укуса десяти тысяч скорпионов. Меня скорпион не кусал, я не знаю, да, но, наверное, все-таки это крайне очень неприятно. Вот, то есть, ужасно больно. Человек, он чувствует, что он задыхается, воздух останавливается, в общем, масса неприятных вещей происходит. Здесь, говорится, смерть, это просто как вспышка. То есть, человек бежал, бежал, он свои чувства, вот, да, занял служение. Он служил, он все время кому-то что-то хорошее хочет сделать. И он бежит в очередной раз сделать кому-то что-то хорошее, вдруг сзади, ба-бам! Он оборачивается, что такое? О, тело упало. Чего тело? Ба-ё! Ну, и пошло. И побежал дальше. Это не шутка. На самом деле, вот написан опыт такой вот реальный. Это не сказки, это реальные переживания. Вы почитаете то, что действительно написано в Священном Писании. Вот, ладно, как бы не хотите читать веды, почитайте как бы другое что-то. Но везде одно и то же. Этот путь радостен. Продвижение по нему радости, и человек, ведущий по этому пути, не теряет ничего. Это не пустое обещание. Это описание конкретно физиологических процессов. Так и происходит. Знаете, что у людей, которые занимаются духовной практикой, у них физиология, как бы, начинают на определенном этапе очень сильно отличаться от обычных людей. Чудеса там начинают происходить. Вот эти все вещи. Сейчас сказки, он Норбеков опыта специально проводил в клинических смертях. Он в Москве занимался клиническими смертями. И вот люди, которые плохо разжили в жизни, они после клинической смерти, естественным образом, попадают на какие планеты? То есть, они попадают в ад. У них это ужас просто. Они как бы сами это видели. Есть люди, которые тоже были хорошие. Они прямо горели какой-то свет, то есть, и не хотелось назад возвращаться. То есть, Норбекова работа, все описано, реально, видеозаписи. Есть, как бы, если... Спасибо. Если хотите, как бы, попроще, есть... Сейчас не воспроиздул фамилию этого американского ученого. Молодец. Не-не-не, это уже более современный. Он проводил очень выхытный опыт. А он заставлял молиться за больных пациентов. Причем, двойное слепое исследование, так называемое. Не знал, как бы, ни врач, ни пациент, да, что за него молятся. Просто... Причем просили молиться даже не родственников. Просто совершенно посторонних людей. Ему давали просто вот фотографию, вот имя, фамилия, да, вот молить за этого человека, чтобы у нас стало хорошо. Достоверное различие. То есть, статистика, ну, математическая, биологическая формула, да, медицинская статистика. Достоверное различие. Это не погрешность, это не плацебо эти, да, не внушение. Молитва достоверно работает. Даже если человек не знает, что за него молятся, и тот, кто молится, не знает, что это за человек. Просто попросили. Это работает. Это работает. Верить, не верить, и это как бы... То, что мы сейчас говорим, я повторю, это не тема этой дискуссии. Я просто описываю такой вот ведический подход. Нравится, можете использовать. Не нравится, ни к чему не обязывают. Можно упустить. Просто вот в ведах написано так. Я в данном случае только передаю. Вот. Так, следующая стадия. Когда человек понимает, что здесь ему ловить нечего, да, приходит следующая стадия самоотречения. Самоотречение. Отсутствие привязанности. То есть, в отличие от предыдущего всего, да, вот от предыдущего отречения, здесь он силой отрывал свои чувства, как бы, да, и направлял их в нужное русло. А здесь ему уже просто неестественно это происходит. Ему уже даже думать об этом не надо. Он просто... У него это само собой получается. Ему это нравится делать. Он не заставляет себя, а ему это нравится. Понимаете, да, разницу? Естественно, все начинает происходить. Вот. То есть, здесь уже... Вот здесь мы говорили, да, вначале, что человеку ему очень аккуратно нужна внешняя чистота. Да? Потому что иначе он может загрязниться извне. Вот здесь человек может в самой гуще находиться. в соблазнов, грязи, чего угодно. И на него это не оказывает никакого влияния. То есть, он может проповедовать, там, в публичных домах, фюрьмах, где угодно. На него это не произведет никакого впечатления. То, что у него внутри уже появилось настолько мощное вот это желание двигаться вперед, смысл жизни, да, что ему это неинтересно. Вот мы там читали такие страшные слова, может быть, я обратил внимание. Отсутствие привязанности к жиле, детям и дому. Да? Ага, страшно. Тут, поймите правильно, эта речь не идет о том, что мы не должны к нему не испытывать никаких чувств, то есть быть равнодушными. Наши близкие – это естественные объекты нашей любви. Мы должны их любить. Просто речь идет о том, что они просто перестают быть помехой для нашего духовного развития. Мы их любим. Мы их любим. Все нормально. Но, как бы, эта любовь, она уже, ну, не та, которая заставит нас снова родиться здесь, на этот момент. Ну, в этом мире, в материальном мире. Вот. Привязанность. Избавить, короче, избавиться нужно от привязанности к жене, детям и дому, а не от живых детей, к детям и дому. Да? Именно от привязанности. Нужно жить, нужно служить, нужно заботиться о них. На высшем уровне. На пределе того, что ты способен. Да? Но не привязываться к этому. Не считать это своим. Еще одна история, она... Ничего, потерпите? Она, в общем-то, очень известная. Однажды к Господу пришел, ну, его друг, такой, есть Нара Дамуни, такая известная личность в медических кругах. Он сказал, Господи, все, значит, пора играть в открытую, долой всем, недомолвки, всех было намеки. Господи, я хочу освободить всех. Все, кто томятся в материальном мире. Все. Я хочу их спасти. Господи, да на здоровье. А я что, против, что ли? Как? То есть, ты доверешь мне такую возможность. Говорит, легко. Иди, спасай. На здоровье. Значит, ты Нара Дамуни. Только одно условие надо было спасать по одному, Ну, ты сначала нау, потом следующий, и так далее. Без проблем. Нара Дамуни отправился на землю, значит, и встретил, причем верующего человека все нормально выбрану, для чистоты эксперимента, да, чтобы ничего. Значит, прибегает к верующему человеку, ну, знаешь, что я? Знаю, Нара Дамуни, вау, ух ты, вот это да. Никогда не думал, что он достоин встречи. Говорит, мне для тебя отличная новость. Пойдем, Господь дал разрешение, я могу тебя следить. Пойдем, прямо со мной сейчас в духовный мир. Правда? Правда. Идем, потом. Слушай, погоди, один маленький момент. Слушай, мне свадьба завтра. Вот так неудобно переделывать, да, ну, представляешь, уйти в духовный мир, значит, ну, здесь ты умерешь, да, дело, неловкое. Слушай, вот, вот, чуть-чуть, буквально чуть-чуть, да, вот женюсь, и все, и сразу ухожу, и сразу ухожу. Ладно, после свадьбы приду. Приходит после свадьбы, там, ну, какое-то время, что-то, несколько месяцев. Все, пойдем. Слушай, такое дело, жена беременная. Сам понимаешь, и в Ведах написано, в священных писаниях, муж должен позаботиться о жених детях. Понимаешь, ну, как я пойду, я же нарушу вот священные писания. Отмазка вошел, классно, да? Ну, хорошо, дети вырастут, родишься, все нормально, тогда приду. через 20 лет приходят, все, пойдем. Погоди, слушай, старший сын женится. Одесса должен сына подвести к алтуре. Ну, ты понимаешь, такое дело, не можешь ли пренебречь своей обязанностью. Ну, В общем, пришел уже перед смертью. Ну, ты уже помираешь, все, сейчас тело ставишь, пойдем. Слушай, ну, погоди, ну, тут такое дело, и умер. Не успел. Ладно, в следующей жизни я родился собакой. Причем, собакой в том же самом доме. Сидит на цепи, храняет, у-у-у-у. А вот этот вот. Свой же дом, да, сижу на цепи, кормя чем пополам. Народому к ней вышел, кто-то. Ну, что, теперь-то пойдем? Ну, уже сейчас-то пойдем? Знаете, что собака слифала? Ну, Народому, ну, ты погляди, вот, я дом строил для них, все, ушли, двери оставили открытой. Ну, так, я вот сейчас, воружи залезу. Народому не махнул рукой, все понял, ушел, Господь, Господь, все понял, все понял. Господь хочет, да, как бы, то есть, с нами проблема. Итак, здесь, самоотречение, да, здесь, естественно, наоборот развивается, все больше и больше вожделения. Вожделения. То есть, смыслом жизни является, как раз, вот, это, накопление объектов чувств. игр, у нас много, и это успех. Знаете, как бы, видели, может быть, уже люди, они, уже старые, уже казалось, ну, что тебе надо, ну, куда ты? Нет, он, он мечтает, медитирует, а вот еще, там, с пенсии накоплю, и куплю себе новый шкаф, или новый телевизор. Он помогает. В этом, в этом, смысл жизни, смысл жизни. Вот. это цель. Ради этого он готов жить, ради этого он готов отдать жизни, все, что угодно. Вот. Следующее качество. Человек становится очень, очень невозмутимым. Невозмутимым, это означает, что он уже, это в мудрости. Он реально начинает видеть смысл происходящего. если даже что-то случается с близкими, с страной, с планетой, все что угодно, он понимает, на все, это вот здесь как раз, а вот здесь, на все воля Господа, на все воля Господа, и он понимает, если Господь, это любовь. Слышали выражение «Бог есть любовь»? То значит, все, что от него исходит, на все, все то, на что его воля, это что? Это тоже проявление любви. Я могу этого сейчас не понимать, но это на самом деле для того, чтобы мне было лучше. Помните эту, ну еще одну маленькую историю, маленькую, ладно? Я ее рассказывал на самом деле, может быть помните, про двух ангелов, старый и молодой ангел. Я не знаю, бывают там старые и молодые, но тем не менее, путешествовали по земле, остановились в доме богатее, богатого человека. Их там, «Э, нищие какие-то ходят», ну они в соответствующей маскировке, вот, иди там в подвал куда-то, загнали там, обедками какими-то, накормили, все. Значит, утром они, уходя из дома, обнаружили, что из стены выпал кирпич, значит, или камень. И старый ангел, он так покачал головой, поднял, так аккуратно положил на место, все, прикрепил, все, ушли. На следующую ночь остановились в доме бедняка. Их уложили на кровать, а сам бедняк со своей женой отправился спать на стеновал. Накормили лучшую пищу, а сам накормил гостей, детей, а сам остался голодным. Все. На следующую ночь умерла корова. У бедняка единственная. Вот. И молодой ангелуслав спросил, слушай, как так? Где справедливость после этого? Богатей, которые хам вообще такой, уроды, нас вот гостей не принял. Веда говорится, что незваные гости это представитель Бога. Как ты обращаешься с незванными гостями, так и к Богу относишься. И ты ему стену ремонтировал, да? А здесь бедняк всем отдал, все пожертвовал вообще, голодным лег спать, и у него корова умерла. Ну что ему старый ангелуслав ответил? Ты просто не понимаешь того, что происходит. Да все может быть не так, как кажется. Просто там в стене на самом деле за этим камнем был клад золота. Я вложил этот камень, теперь этот богатый человек никогда не узнает, что у него там есть камень, что у него там драгоценности. А у бедняка должна была умереть жена эти ночи. И я всю ночь боролся с англом смерти, чтобы он согласился взять корову. Пойми, все может быть совсем не так, как кажется. То есть, здесь невозмутимость именно такая. Он понимает смысл, суть происходящего. Он поэтому невозмутим. Иногда он плачет, когда нужно смеяться, иногда смеется, когда плачет. Но вот это потому, что он видит не так, как другие. Он уже видит, действительно видит волю Господа. То есть, это такой очень высокий возник. Ну, а тут, соответственно, наоборот, двойственность, счастье и горе. Двойственность, счастье и горе. То есть, его постоянно мотают из одной стороны. Следующее качество. Да, кстати, вот здесь вот про невозмутимость. Ну, может быть, это актуально будет. Материалист, да, человек уверен, что я тело, когда кто-то умирает, он от чего плачет? От того, что я лишился источник объекта своего наслаждения. Я лишился того, кто делал меня счастливым. Здесь тоже человек плачет, но потому, что он лишен возможности общаться и служить этой личности по этой причине. То есть, да, другое отношение. Двойственность означает, что все, что перестало приносить мне счастье, стало для меня источником страданий. До тех пор, пока родители были здоровыми, получали, зарабатывали деньги, кормили меня, они мне нравились. Как только они стали больными, старыми, там, с нищенской пенсией, это источник горя. Их нужно сдать в дом престарелых, от них нужно избавиться. Все, что перестало приносить счастье, стало источником страдания. От этого нужно избавиться, не будет зной. Здесь такого уже нет. Следующее качество, непоколебимая преданность Богу. «Ипоколебимая преданность Богу». То есть, именно вот это вот, что все воспринимается, как Его милость. Все воспринимается, как Его милость. Что бы ни происходило, что... Знаете, вот эти мученики, да? То есть, с ними страшные вещи делали, пытки жестоким, пытки жестоким, подругая. Они все воспринимают, они просто продолжают славить Господа. То есть, их невозможно уже сдвинуть. Это настолько глубоко в сердце проникло, что... Ну, ничто не может это изменить. Это стало их сутью. Ну, а противоположность, это естественным образом отвержение всякой преданности, отвержение Бога. Самый распространенный аргумент здесь знаете какой, да? Какой, как вы думаете? Да. Если Он Бог ест, как Он мог это допустить, действительно? Что за безобразие такое? Значит, Его нет. Это не потому, что Его нет. Да? Потому что мы воспринимаем все так, как кажется, а не так, как есть на самом деле. Следующее качество, ну, они два, и следующие два, очень тесно связаны между собой. Первое, это стремление жить в уединенном месте. Большинство этих вот людей, да, возрушенных, они как-то все больше от мирской суеты стремятся отойти. Но тут есть один нюанс, да? Следующее качество, ради чего они стремятся уйти от мирской суеты, это стремление общаться со святыми. садху, так называемые. То есть, общаться с единомышленниками. То есть, это, как бы, отстраненность от мира, да, она не географическая. Человек может и в центре города жить, вот, истина, точно, человек может жить в центре города, вот. Но при этом внутри, да, он, как бы, ну, не общается вот со всем этим, с ночными клубами, с ресторанами, с дабкой автобуса и так далее. Он здесь находится, но он в это не вовлечен, а вовлечен вот в это, общение с единомышленниками, с людьми близкими по духу, общение со святыми. Знаете, иногда, вот очень интересно наблюдать людей, которые только что вернулись из паломничества. Вот если есть такая возможность, ну, причем, реальное паломничество, не просто вот туризм, да, вот это, по святым местам, голубым по европам, а действительно, где общение было очень возвышающее. Взгляд у человека другой. Он вроде бы как здесь, а взгляд куда-то внутренне, правда. Он в автобусе едет, вообще ничего не колышет, да, у него общение вот это внутреннее, да, оно настолько интенсивное, что ничто извне его поколебать не может. Вот если, вот, если есть такая возможность, вот, понаблюдайте за людьми. Потом проходит какое-то время, да, взгляд снова становится, «А, что, где, а, а?» Так вот, как будто. Но вот какое-то время, ну, вот очень интересно, лицо реально меняется. Так вот, здесь это уже постоянно. То есть это уже высокий уровень. Здесь это всегда. Ну, а противоположностью является, это действительно жить там, где вот, «Вау!» Да вот это вот. В общем, как бы это привязанность сформулировать. Стремление, ну, в общем, жить в городе, я так это напишу. Ну, вот, доступность наслаждений. Вот что человеку важно. Доступность наслаждений. Вот. И общаться он, естественно, он заинтересован исключительно в материальном социуме. Материальный социум. Материалистический. Да? Материалистический социум. Ну, потому что здесь меня понимают. Вот здесь вот, вот здесь меня понимают. Здесь все такие же, как я. Тут мне не будут лапшу на уши, вешать, что колбаса. Это вредно. И коровке тоже больно. Здесь мне просто, «Ва шашлычок?» «Да». Шеверман, «Да». «Пивко?» «Да». «Раки?» «Да». «О, да-да-да, жизнь». Вот тут меня понимают. А знаете, ты понимаешь, саморочек, а? И следующие две ступеньки, последние, их иногда в одну объединяют, иногда по отдельности. Это то, что человек, он понимает важность самоосознания. Ну, так звучит немножко странно. Сейчас я что-то говорю. Понимает важность самоосознания. И последнее, это, как бы двадцатая здесь, это философский поиск Бога. Философский поиск абсолютно истины. Философский поиск Бога. То есть, человек просто вокруг, он этот становится его жизнью. Понимание важности самоосознания, поиск Бога, он приводит к тому, что человек, он просто начинает проповедовать. Потом он становится проповедником. Ему уже просто ничто другое не интересно. Он не может жить, не передавая это другим. То есть, на определенном этапе своего духовного развития, человек, ну, если вначале даже он этого не делает, то в конце он все равно обязательно, он должен начать это отдавать другим. Потому что он понимает, что кроме этого вопрос там больше ничего нет. Пусть это сейчас вот теория, я понимаю, да? Но хотя бы нам вот примерно нужно знать, что вот это вот так, это к чему нужно стремиться. вот эти две стадии, их иногда сравнивают с кипящим чатнем. Чатень – это такая подливка. Соус, да. Значит, соус, причем это чатень, оно обязательно должно быть очень острым и очень сладким одновременно. Представляете себе, да? Сладкое и острое одновременно. Это надо попробовать. Это объяснить невозможно. Это надо попробовать. Так вот, это, говорит, настолько остро, что это невозможно есть. Это вот кипящее, то есть разрывается. И настолько сладкое, что это невозможно не есть. Это вот просто счастье. Ну, вот, пик счастья. Понимаете? Это вот человек живет на пике счастья. Представляете? Всегда. Он засыпается этой мыслью, старается как можно быстрее проснуться, чтобы опять вот этим же начать заниматься. Какая смерть вообще? Там смерть вообще мимо проходит, даже рядом не стояла. Просто некогда об этой ерунде думать. Кипящая жизнь вообще, кипящее счастье. Вот это такое настоящее. Вот то, к чему призывает на самом деле духовная жизнь, к чему призывают веды и все священные писания, и все едины в этом. Это то, чего достоин, то единственное, чего достоин у человека сам. Единственное, ради чего стоит жить. Есть и противоположность, антикачество, естественным образом. Здесь все больше пренебрежение к самоосознанию. То есть не понимает важности этого процесса. Это тоже очень просто. К монаху подходит, монах по улице идет, просит подаяния, допустим, или молится про себя. Там идет кто-нибудь, бабушка или дедушка. Это не обязательно бабушка. В любом возрасте это может. Работать надо! И пошел дальше. Вот работать надо, это я понимаю. А вот эти все молятся, крестятся, не знаю, что он делает, это все ерунда какая-то. Понимаете, да, о чем речь идет? Все больше и больше волны. Просто ни о чем другом не может думать. А последнее, это значит, он философски оправдывает материалистический образ жизни. То есть это философия материализма. Ну, наверное, наиболее ярким примером этой философии является, знаете, вот это утверждение. Бог мертв. Бог умер. Все. Точка. Вот. Ешь, пей, гуляй, веселись. Жизнь дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы потом не было стыдно. За бесцельно потраченные годы. Ну, там, что-то в таком духе. Вот. То есть человек философию подводит под свою жизнь. И эту философию он начинает учить других. Тоже. Не менее, как бы, навязчиво, чем здесь. Не менее активно. То есть это будет закоренелый материалист. Вот все. Вот 20 ступеней, да, которые описаны в Бхага Удбитии, в этой главе. На нескольких стихах. То есть выбор. Две стратегии. Можно прожить жизнь как душа. Счастье, да, все возрастающее. Можно прожить жизнь как тело. Да, вначале, может быть, я чего-то достигну. Но затем я буду только терять. Пока не потеряю, пока чайно все. По сути дела, все ступени вверх, да, это все равно под пункты смирения. Все равно это проистекает из-за этого все остальное. А здесь, да, это все, ну, разновидности, не под пункты гордости. Как бы, подводя итог, можно сказать, что смирение, это когда я пытаюсь подстроиться от Бога. Да, то есть с ним что-то, под него. А гордая позиция, это когда я все пытаюсь подстроить от себя. Принципиально различие. Понимаете, да, это момент? Я делаю себя, я делаю окружающих. Да, совершенно верно. Оно проявляется во всем. В частных, в мелочах, вот во всем, да. Либо, как бы, для Бога что-то делаю, либо для себя. Либо так, как нравится ему, либо так, как нравится мне. Других вариантов просто нет. Глобальный такой выбор промежуточный. В смысле, без промежуточных каких-то ступеней. Вот. И последнее, о чем я еще хочу сказать, что искренне верующему человеку, ему не обязательно прямо вот целенаправленно заниматься развитием вот каждого этого качества, последовательного и так далее. Если человек начинает правильно, да, вот, смирение, принимает духовный учитель, авторитет священных писаний, святых людей, просто служит им, да, то есть начинает. Вот все, все это развивается автоматически. То есть, если вы хотите, чтобы это было у вас, для окружающих, да, то с чего нужно начать? Вообще, нужно принять, признать, что мне нужно у кого-то учиться, у кого, вот, духовный учитель, священное писание и посвященные люди, единомышленники, верующие вообще, общаться с ними. Служа им, помните, мы говорили, смирение, это служение, я что-то для них делаю. Служа им, мы очень быстро можем пройти вот этот путь. Так это рекомендуется верно, так это рекомендуется для нашего родителя. Это просто, это несложно. Самое главное, что это доступно для каждого человека, и все эти ступени можно пройти за одну жизнь. На этой оптимистичной ноте, да, послушайте, закончится. Все, большое спасибо. Вот, в следующий раз, когда будете читать священные писания, да, когда мы прослушали, как говорится, имейте в виду, все про нас, все для нас. В священных писаниях не пишут, но в сравнении, как говорили, там, каждая, каждое строчное сопоставление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.